сейчас мы его запустим будем сжигать сладч обычный мусор, бокалы как сжигаются, это слишком просто, нажали кнопку solid waste и он сжигается перед запуском нам нужно увидеть, что у нас было дизельное топливо в дизельном танке для этого дизельного насоса, который подает дизельное топливо на форсунку рожек затем, чтобы были открыты клапана на дозирующий насос сладжер, парно распил сладж форсунки и чтобы были открыты клапана, дизельного топлива, вход идут автоматика настроена таким образом, чтобы запустить программу прожигания сладжер, нам необходимо поднять температуру в циркульционной системе до 80 градусов чтобы это сделать, то нам необходимо запустить циркульционный насос сладжер нажимаем сладж панк, насос включился на мануэк видно, что появилось давление в системе то есть сейчас у нас идет циркуляция сладжа по этой системе, из танка в танк, прогревая всю магистраль как говорил ранее, это циркуляционный насос, который заполняет систему сладжер и из этой системы дозирующий насос подает сладж на форсунку и он так его обращает обратно в сервисный танк, работая сам на себя сейчас мы видим, что у расхода у танка у нас 530 литров сладжа сейчас, как прогреется система, мы его начнем сжигать сейчас посмотрим, какая у нас температура в системе нажимаем enter, видите? температура 70 градусов, потихоньку растет и ждем, когда поднимется до 80 сейчас мы их текти напряжение окружаем這樣, Europa относится сейчас Jegu金 Алинурстве odi, verd Google вообще это предупр innerфраинка не тихо года Тепература уже 80 градусов, в принципе, можно запускать. Тепературу запуска можно изменить. Заходим на стойки, ищем температура, и опять-таки опустим, собственно, на фанте 11. Сейчас у нас уставка стоит на 80 градусов. Если температура слайд же в системе власть менее 80, то его вы не запустите. Тут у вас есть уставка и переждать, пока температура не поднимется. Чтобы изменить, ставите необходимую для вас температуру и подтверждайте, когда температура не будет. Температура на более 80 градусов, насос работает, все клапаны открыты. Уставка на заранее программы, на экране слайд не нажимаем, просто сладко. Тепература запускает на сне. Сначала у нас выпустится вентилятор, где-то будет запускается на насосы. Вентилятор зашиплякивает через пустые охлаждающие отверстия мост в топку, и затем все это будет выходить по выхлопной трубе в атмосферу. Сейчас я держу руку и чувствую, как вентилятор засасывает воздух. Допустимся дизельный насос, давление 12 вар. Сейчас откроются дизельные соленоиды на форсовку, поступок на электрон и генератор разберется. Я говорю о сношении дороже данной дизельки. В данный момент работают только дизельные форсовки, без сладки. Видим, что на мониторе показывают дизельные форсовки. Видим, что на мониторе показывают дизельные форсовки. Это работает два дизельных раскрытия. Теперь мы будем ждать, когда поднимется температура в топке до 650 градусов, затем включится дозирующий насос сладше и начнем гореть сладче. Когда температура достигнет до 750 градусов, будет работать только седьмой стейдж. То есть только сладкий. Также рекомендую сначала хорошо прогреть топку с помощью двух форсунок, а затем перейти просто на сладче. Заходим в меню. График на сладче. Поставить. Вновь место. Поставить. 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 Дозинг-памп. При 860 градусов будет работать онлеслач. При которой вы можете посмотреть, что правильно включить. Видим, что температура в топке постепенно поднимается. Забыл сказать, что перед тем, как запускать, можно закинуть пару мешков с светочками. Чтобы быстрее закидывать, запрещать. Перед тем, как сжигать мусор, он должен быть отсепарирован. И только после того можно закидывать топку. Через это смотровое стекло можно посмотреть, что происходит в топке. В общем, такой же с торцевой части. Попература достигла 650 градусов. Мы видим, что у нас случился стейс 4. То есть, начал поступать сладчик с помощью дозинг-пампа. Видно, что насосик работает. Теперь нужно постепенно увеличить обороты дозинг-пампа. Увеличивать обороты нужно постепенно, чтобы не сломалась муфта на насосе. И поднимаем обороты по 100, по 150, и так до 1000. Все, сейчас поезд максимальный. Видно, что горение топки происходит. Сейчас мы хорошо прогреем топку и затем перейдем просто на смачки. hhhh. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видно, что заработал седьмой стейч, то есть только свачек. Смотрим через смотровое стекло, что все нормально и теперь инсенератор будет работать на седьмом стейче. Температура скопки 952 градуса, она может подниматься и опускаться, это все зависит от качества вашего сладжи. Сразу скажу, что останавливать нужно так. Сначала снижайте обороты, а затем снижайте обороты, а затем снижайте обороты. Постепенно уровень расхопного танка будет уменьшаться. Думаю, это количество мы спали примерно за 5-6 часов. Я на зоне сказал не просто так, был у меня печальный опыт, когда из-за плохой сепарации мусора взорвался баллончик и пламя пыхнуло в лицо морей. Так что, будьте внимательны. Причины подопрыгивания может плохо работает инсенератор, очень плохо. На зону самые распространенные, это плохо выпарились лачки, то есть большое количество воды в нем, неправильно отрегулирован воздух или пар на основную форсунку. Уже из морщины педаль насосов, кросс-стата, ножек, так же, если оборот, вы будете видеть, что насос вращается, но слаще он не будет просто поступать в инсенератор. Так же, если на дизельте не можете запустить, то необходимо проверить фильтр на этом насосе. Отпустили крышку, там основной фильтр, его почистили. Неисправим трансформатор, неисправим трансформатор, забитый распылитель на форсунку. Мне исправилось, на самом деле, очень много. В первую очередь, внимательно нужно все проверить и сделать так, как написано в книге. И это я каждый раз всем советую делать. Эти мануалы, механизмы делали умные люди. Если не знаете, открыли мануал, прочитали, сделали и забыли. На этом у меня все. Думаю, всем доступно объяснил. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить видео и подписываться на канал. Видео по возможности буду добавлять. Всех удачи. До свидания.